Ну а перед началом данного видеоролика ребята хочется выразить вам огромную благодарность за то что вы ставите лайки под мои ролики, подписывайтесь на канал с колокольчиком и комментируйте их. Ну а сейчас хочу вас попросить вновь это сделать, потому что на создание данного ролика я вот реально много времени потратил и вложил в него всю душу. Если вам такие ролики зайдут и под данным видиком вы наберете целых 2000 лайков, то я подобное буду снимать очень часто, потому что мне реально понравилось. Я просто сейчас взял и кайфанул от процесса съемки, от процесса монтажа, поэтому думаю что вам тоже очень сильно зайдет. Началось все у меня с того, что я открыл контейнеры, которые мне дали за войну и ньянь, и мне с последнего контейнера выпало наконец-таки 10 дней прямаккаунта. Да, мне наконец-таки фартануло, и я решил, а почему бы не набить челлендж? Все-таки в позапрошлые праздники, когда я открывал на своем бездонат аккаунте коинбоксы, мне повезло и выпало с контейнера 200. То есть я выбил ребят с контейнера 200 коинбоксов, и буквально мне оставалось совсем немножечко. Я так подумал, и будет неплохо взять и пройти этот челлендж, набить и получить с него соточку. Но я еще не знал, что меня ждет в начале, потому что я это все дело предполагал набивать постепенно, понемножечку, но как вы наверно поняли, все пошло немножечко не по плану. И начал я бить активно только лишь тогда, когда добавили праздничную карту. Это был не первый день, а последний. И этот последний день у нас выпал на стрим 24 часа, где я сидел просто до посинения глаз, набивал эти самые звездочки. Итак, тяжелые сутки у нас прошли, и у меня совсем не осталось нарки на аккаунте. Я что-то даже на это внимание не обратил. Давайте себе прикупим по 200 штучек. Это как раз таки по 10 тысяч кристалликов. Думаю, будет самое оно. Как раз таки добью вот эти последние звездочки на своем аккаунте. И вот еще я какую-нибудь красочку другую хочу нацепить, потому что эта зеленка, она мне уже, если честно, глаза мозолит. Я вот серьезно весь день на ней катался. Сперва я ее добивался, а потом не катался. Так, хочу не анимированную. Пусть будет вот эта вот синенькая, прикольная, офигенская. Еще пушку другую хочу. Вот газ будет самое оно. Все, поехали в бой. Продолжение следует... Ого, ребята, у нас тут контейнер. Блин, я думал, это обычный голд. Давайте попробуем его отжать. Почему, как говорится, и нет. Мне только в пользу. Никого нету, что ли? Серьезно? Ой-ой-ой-ой! Ну, камон, чувак. Эй, это был мой! Ну, я уже подошел совсем близко к званию новому. Это полковник. Это уже начинаются более-менее хорошие звонки, которые нужно запечатлять. Просто максимально красивые. И, в принципе, это красиво у меня имеется. Я смогу собрать народ и получить как-нибудь эдакое. Единственное, сейчас мне нужно будет совсем немножечко насобирать опыта, а потом, соответственно, пригласить. Ну, и, естественно, получить это все дело по красоте. У меня тут выполнилось еще задание. Давайте сразу их заберем и попробуем выбить прем-аккаунт. Ну, естественно, он мне никогда в жизнь не упадет, потому что это я. Это я везу. Я, на самом деле, до конца не понимаю, как мне 10 дней премки выпало. Поэтому давайте сперва фарм, как говорится, откроем недельный контейнер и выберем, естественно, немножко кристалликов. Вот что здесь крутое, это нарко. Ну, и самое главное, это как раз китан-коины, которые мне в дальнейшем пригодятся на покупку боевого пропуска. Так, давайте. Сколько, сколько там? Сколько там? Девять штучек! Вау! Господи, вот это вообще зверек. Так, ну шо? Давай! А, 3500. Я понял. С моей-то удачливостью. Достаточно, кстати, забавная ситуация. Я переписываюсь с чуваками в чате, и они, короче, не верят, что это я. Либо не знают мой никнейм. При том, что один вроде как знает мой никнейм. Второй просто напрочь отказывается, соответственно, верить мне. И тут я им написал, что, типа, сегодня в ролике себя пацаны увидите, поэтому... Hello to the party. И да, иногда я все-таки, ребята, отвечаю в чатике. Просто помню, как-то записал ролик и, не подумав, сказал, что в чате я никогда не отвечаю, не общаюсь, потому что тупо на него не обращаю внимания. В большинстве случаев это так и есть, но бывают, ребята, некие исключения, когда мне просто хочется, блин, ну действительно ответить человеку, потому что он-то пишет что-то такое прям... Ну или когда я не сипко сильно занят в битве и уверенно чувствую себя на первом месте и могу, соответственно, в чатике переписываться. Но если все это, ребята, не так, то есть мне нужно прям жестко и быстро набивать звездочки, и если я вам в чатике все-таки не отвечаю, но вы увидели меня, то значит я вэтмен либо не могу, либо я очень занят вот именно тем, что играю и пытаюсь затащить и вырвать как раз для себя первое место. Поэтому, если что, ребята, знайте. О-о-о-о, тут у нас опять золотой ящик, может это будет опять контейнер? Или... Блин, это у нас обычный голдик, но ладно, давайте тоже попробуем его взять. Все-таки после тех дней, когда у нас голды сыпались, я даже не знаю, по привычке просто еду за этими голдами и... 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 не я, блин, хантер вонючий. Фу, пацаны, 49 уровень челленджа, остался всего лишь у нас один уровень, и это да, 100 танкоинов, которые меня ждут. У-ля-ля. Короче, ребята, осталось мне буквально... Буквально пару каточек, это у нас, считай, предпоследние, и тут прям вот-вот-вот, посмотрите на вот этого вот шафтовода. Здесь у нас еще один, мать его, шафтовод. Я не знаю почему, но вот в последнее время... О, он еще и его в руку прожал. Вот, короче, я не знаю почему, но в последнее время шафты меня просто вот реально бесят. Такое ощущение, как будто на них какие-то... Я не знаю, какие люди играют. Вот это суперский геймплей. Прикиньте, зареспился, встал где-то там в уголку, и сидишь, ничего не делаешь. Вот просто посмотрите на них. Они сидят, один там сидит, другой на центре сидит. И вот третий дурачок на хорнете катается. Просто веселая парочка, еврей да санитарочка. Ну что, все, ребята, в последние секундочки я у нас завершаю этот бесподобный, просто обалденский челлендж. Все, 50 уровень. Наконец-таки я его прошел. Это серьезно было как-то жестковато. Вот как бы я вначале думал, что будет просто. Но потом, когда я его уже, соответственно, весь прошел, ты такой думаешь, ну блин, я заработал сейчас этого челленджа, годное, то что мне нужно, это 100 танкоинов. Ну, для этих 100 танкоинов мне пришлось набить целый косарь. Косарь, мать его, звездочек. Я просто не предполагал, когда вообще изначально я выбил эту премку, и надеялся на то, что я как бы сейчас буду на лайте сидеть, проходить, и все будет четенько. Но что-то, видимо, у меня действительно пошло не так. Я вот смотрю, и действительно на эти все уровни, и вы посмотрите, самые крутые призы, они внизу. А сверху нам остается только лишь что? Правильно, какашка на палочке. Потому что даже вот эти вот красочки, которые по факту есть в этом челлендже, они у меня уже, ребята, были на аккаунте. То есть, красочка вот этой Коррозия, она у меня была на аккаунте. Красочка Гиперкуб. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...